Всем привет, дорогие мои друзья! Сегодня буду готовить овощи. Просто обожаю все, что с ними связано. Разнообразные запеканки, салаты, гарниры и еще много-много вкусностей. Это всегда полезно и легко. Прекрасное дополнение к любому мясу или рыбе. Если вы, как и я, любите готовить и часто ищете что-то новенькое и оригинальное, подписывайтесь на мой канал и нажимайте колокольчик, чтобы сразу получать уведомления о новых видео. Сегодня в рецепте использую мои любимые овощи. Цветную капусту натираю на крупной терке. Это сырая капуста и ее вес 600 граммов. Вместо терки вы можете измельчить капусту с помощью блендера или комбайна. Подготовленную цветную капусту выкладываю в удобный салатник. Прекрасной парой для цветной капусты я считаю брокколи. У меня небольшой качан. Ее в свою очередь разделяю на соцветия и если нужно слегка их измельчаю. Размер соцветий должен быть не слишком большой. Вес брокколи в чистом виде 200 граммов. Подготовленные соцветия выкладываю к цветной капусте. Далее лук. Понадобится небольшая луковица, не более 100 граммов. Лучок следует нарезать средним кубиком. Я для сегодняшнего из запеканки взяла фиолетовый лук, но безусловно подойдет обычный белый. Еще понадобится немножечко помидоров, а именно взяла 300 граммов. Томаты, как и остальные ингредиенты, немного измельчаю, а именно помидорчики нарезаю средним кубиком и выкладываю к остальным ингредиентам. Возможно, немножко неожиданно, но теперь в миску к этим продуктам я добавляю творог. В этом рецепте можно использовать как зернистый, так и пастообразный творожок. Понадобится 350 граммов. Овощи подготовлены, теперь делаю заливку. К 4 яйцам добавляю 100 граммов сметаны, подойдет сметана абсолютно любой жирности. Также добавляю соль, взяла 1 чайную ложку, еще пол чайной ложечки сушеного чеснока и, конечно же, молотый перчик. Здесь ориентируйтесь по своему вкусу. Заливку перемешиваю, чтобы соединить все эти ингредиенты. Кстати, вместо сметаны вы смело можете использовать для заливки густой йогурт в том же количестве. Ну что, заливка готова, овощи подготовлены. Осталось соединить все это воедино и перемешать, что я и делаю. Друзья, в этой запеканке я использовала свои любимые овощи, но хочу сказать, что вместо цветной капусты или брокколи вы можете использовать те овощи, которые нравятся вам или те, что есть под рукой. То же касается и помидоров. Вы можете взять, к примеру, сладкий перец вместо них или морковь. Я считаю, что овощная запеканка тем и хороша, что здесь можно добавлять именно те овощи, которые вам нравятся. Запеканочку я буду печь вот в такой жаропрочной стеклянной форме. Ее слегка смазываю растительным маслом, после чего выкладываю подготовленную овощную смесь в эту форму, выкладываю и слегка уплотняю, чтобы запеканка имела красивый и ровный вид. Еще, если вы большой любитель сыра, вместо творожка вы можете добавить его, а можете сделать 50 на 50, немного творога и немного твердого сыра. Получается тоже очень вкусно. Также любители свежей или сушеной зелени смело могут добавить ее. Я сегодня решила остановиться только на черном перце и сушеном чесноке. Духовка моя уже разогрета до 180 градусов. Отправляю запеканку печься на 45-50 минут. По истечении этого времени моя запеканка абсолютно готова. Она слегка подрумянилась и неимоверно ароматно пахнет. Ее можно сразу нарезать на порционные кусочки и подавать к столу. К такой запеканке прекрасно подойдет ложечка сметаны или любого соуса. Ну а если вы хотите съесть такую запеканку с кусочком мяса, рыбы или курицы, это тоже очень хороший вариант. Калорийность этого блюда замечательная. 75 килокалорий на 100 граммов. Друзья, думаю, многие из вас готовят подобную запеканку. Это всегда вкусно, полезно и сытно. Поэтому желаю вам приятного аппетита. Хочу напомнить, что количество всех ингредиентов, которые я использую в этом рецепте, я уже указала в описании под видео. Мне будет очень приятно, если вам понравился такой рецепт, если вы оценили мое видео. Тогда оцените его и лайком, и напишите мне комментарии. Я с удовольствием их читаю и по возможности отвечаю. От всей души желаю вам стройной фигуры и приятного аппетита. Не прощаюсь с вами, увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok